Девушки отдыхают 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 Чашу весов в свою пользу и сегодня я думаю, что главный тренер факела Михаил Николаев это прекрасно понимает, что неожиданности быть не должно и поэтому факел начинает основным составом, основной шестеркой, а это Тимофей Жуковский, в доигровке Денис Богдан, который на подаче, Дмитрий Волков, центральный Александр Гуцалюк и наверное Дикарев, да? Да, да, Виталий Диберев. Ну и неизменный Либера Эрик Шоджи, легионер из Соединенных Штатов Америки. Вообще по составу факела в лазарете только до сих пор находится Никита Сталинков, а так состав боевой. Ошибка на подаче, сейчас на приеме тоже было, скажем, выбитый прием, но отмечу Павла Тетюхина, который сегодня по статистике в регулярке один из основных игроков по количеству эйсов. Или усложненных подач, которые сложно очень принимать, это нельзя не отметить, для молодого игрока это суперрезультат. Александр Гуцалюк подает. Несложная подача, Леонтьев справляется, в диагонали Сиденко, еще раз Сиденко будет сбрасывать и никто второй раз не подстраховал. Ну, конечно, если брать в плане опыта, ну, здесь огромную фору может дать факел игрокам Белогория. Молодые игроки, ну, конечно, получают отличную практику. Тот же Егор Сиденко на 1999 год рождения и практически в последних 6-7 матчах он вытеснил из состава итальянского легионера Габриэля Нелли, который тоже сегодня не приехал на этот матч. Ну, и практически в последнем матче играл именно он. И это тоже о чем-то говорит. Воспитанник белгородского волейбола прошел... Всю школу. Да, школу. И низшие команды. Второй, Белогория 2 есть, Белогория 3 есть. И поэтому вот он дошел и был резервным, а сейчас уже игрок основного состава. Пожелаем этому игроку расти. Безусловно, это все непросто, но я думаю, что все возможности у него есть. Отличный обман Леонтьева за блок, показ атаки и классная скидка. Никто не ожидал. И почти равный счет. Тем не менее, на подачу Гусулька удалось факелу 2 брейковых очка заработать. И пока что минимальное преимущество за хозяевами площадки. Ну и сейчас есть, естественно, инициатива, потому что будут атаковать. Богдан принимает от Червякова. Жигалов скид, скрутка и закрученный мяч. И как ни пытался Сиденко достать его, но до его руки, которая была опущена на пол, для того, чтобы отскок, получить отскок от ладони, не дотянулся. Давайте еще раз взглянем на этот эпизод. Да, чуть-чуть не успел. Буквально доли секунды ему не хватило. И Максим Жигалов при счете 4-2 в пользу своей команды будет выполнять подачу. Рискует на подаче, но пока не клеится у факела. Две ошибки уже из трех очков. Практически два очка подарены. Подарены, да. Но будем надеяться, естественно, что уберут они ошибки. Атаковать умеет хорошо. Ну и, конечно, нужно отметить классный прием, который позволил сыграть именно так быстро на сетке. Что по результату? Так как сегодня Новосибирский локомотив обыграл самоплор со счетом 3-0. И вышел практически сейчас на пятое место. А то факелу сегодня победа необходима, чтобы вернуть себе эту строчку и получить в плей-офф клуб из Нижнего Новгорода АСК. Да, там сейчас локомотива. И все это прекрасно понимают. Ну и Белгород, так как он помнит, что в первом круге сыграл очень удачно против факела. Я думаю, что память сохраняется у игроков. И я думаю, что приехал в такой дальний путь не просто быть статистами. Бороться они, конечно, будут. Ну а факел, конечно же, забывает те поражения. Каждая игра, это новая игра. И сейчас понимает Новорингойский клуб, что нужно выигрывать. Причем победа нужна со счетом 3-1 или 3-0, чтобы остаться на пятой строчке. Волков смягчает его. Сиденко, одиночный блок. Здорово в защите. Будет рисковать. Джигалов снова рискует. Но как-то неудачно вышел под мяч. Не вложился без блока. Не попадает в ту точку мяча для того, чтобы придать ему вращение. И снова ошибка. Это уже вторая у самого Джигалова. И пока серия ошибок у факела позволяет сопернику сохранять правильность. Леонтьев снова подает. Отмечу этого игрока, который не был игроком основного состава весь сезон. А выходил у Белгорода именно на подачу. И в концовках очень здорово подавал. Показывал, что у него этот элемент очень надежный. А сейчас, когда лимит есть в доигровщиков, он уже встал в состав. И теперь уже может показывать свое умение подавать именно выходя каждый раз на эту позицию. Дикарев. Отличная подача. Еремин справляется. Быстрая передача в край. Тетюхин от блока в аут. Быстро разыграл. Еремин быстро, но никого не нашел. А нашел Гуцалюк такая большая площадка. Мне кажется, как можно попасть в этого игрока, который стоит один на такой территории. Но, тем не менее, это случилось. Вот Гуцалюк еще раз показывает, что нужно было куда-то в другое место. Но Тетюхин ошибся при низкой передаче. Пытался быстро играть, но не попался. Но большой опыт у Гуцалюка. И он знает, куда могут атаковать и как блокировать. Отличная подача Тикарева. Сиденко. Высокий обман. Непредставляющий угрозы. Быстрая передача на Жигалова. И не успевает Рохин на край сетки. И между руками и сеткой мяч попадает на площадку. Отрыв три очка. Быстро, быстро, да. Меняется сегодня. Ну, конечно, в принципе, такой, скажем, глобальной спортивной составляющей сегодня нет. И я думаю, что обе команды будут играть раскрепощенно, расслабленно. И мы с вами увидим достаточно интересный волейбол. Еще одна подача. У Дикарева опять как-то поменялась подача. Очень агрессивная. Но эта подача у него была и в молодежной лиге, когда он играл. Опять быстрая передача в край на Фокдана. Это уже показано в концовке регулярки. Что между Жуковским и доигровщиками отличное взаимодействие. Сначала это было показано с Волковым. А сейчас, смотрите, с Богданом быстро в край. И ничего с этим сделать практически невозможно. В преддверии плей-офф, который, хочу сразу напомнить, будет следующую субботу, да, 20-го числа. Да, 20-го в субботу уже на этой площадке Факел будет играть. Да, ровно через неделю. Через неделю. То сегодня такая репетиция перед плей-офф, она тоже очень важна для Факела. Для того, чтобы почувствовать вот именно игровые связи. И в дальнейшем, когда плей-офф, там уже другая мотивационная составляющая, напряжение другое, чувствовать себя уверенно. Сегодня команду, кстати, представляет старший тренер Алексей Казаков. И вот он сейчас собрал ребят на перерыв. Потому что Факел уж большой рывок сделали в 4 очка. И кажется, что Ямальский клуб не остановить. И возвращается на подачу Виталий Дикарев после небольшого перерыва. И посмотрим, удастся ли сбить его настрой. И как-то, ну, судя по всему, такая уверенная подача у Дикарева. Он именно свою подачу подает. Потому что тренера постоянно, ну, частенько бывает такое, что меняют подачи. Но нет, все-таки удалось сейчас сбить настрой. Да, ну и не представили мы, к сожалению, вам судей. Сегодня первый арбитр это Алексей Пашкевич, Москва. Помогает ему Владимир Карпенко из Краснодара и инспектор матча Дмитрий Акимов. Ну, кстати, мало того, что судей не представили, сами-то представились тоже. Я, Андрей Адамов и Владимир Мерзляков вместе с вами. Да, извините. Отличная атака Жигалова. Встык между блокирующими в шестую зону и 10-6. Есть 4 очка, хорошее преимущество в начале первого сета. Да, но серию ошибок невынужденных со стороны факела мы с вами уже видели. Но надо, конечно, налаживать, налаживать, вот избегать этих грубых просчетов. Безусловно, потому что они в дальнейшем будут играть большую роль. Касание сенки у Тетюхина, да, быстро и близкая, скажем, передача связующего в край. И пытался скинуть, но так был близкий мяч, что Павел не успел отдернуть руку. После действия с мячом и совершил тоже, ну, невынужденную, скажем, ошибку, которую мог не сделать. Но там все равно поднимали мяч. Спасение было для факела. Жуковский. Сетка смягчает. Тетюхин хорош. Сиденко отлично по линии. Хорошая атака. Отличная атака, скоростная. В длинную сторону передачи. Отмечу связующего. Связующего это Всеволод Абрамычев. Да, пятый номер. Пятый номер. Отличные данные. Молодой игрок 2000-го года рождения. И с ростом 2 метра 5 сантиметров. Это, конечно, редкий рост для связующего. Очень большой. Не является проблемой на блоке. И с хорошей подвижностью. Такие игроки, конечно, очень всегда ценны. Посмотрим, как этот игрок будет расти на протяжении своей спортивной карьеры. Я считаю, что данные у него очень отличные. Ну, завершился сейчас первый круг. И снова ошибка Болгана вторая подряд. Ошибка Болгана на поддаче. Снова нежелательно. Ну, 4 очка преимущества по-прежнему за факелом. Это хорошее преимущество. Может с этим продолжать играть. И Тетюхин поддача. И угрозы от него абсолютно всегда нужно ждать. Но пока не получается. Пока не получается. Отметим, что Павел Тетюхин несколько туров назад получил травму. Не играл. Потом его подводили. Восстанавливали в роли Либера. Пару матчей он провел в роли Либера. И вот, наверное, сегодня, наверное, первый раз. После достаточно долгого перерыва он вывернулся на свою позицию. Поэтому неудивительно, что совершает ошибки. Так как игровой тонус немножко потерян из-за того, что была большая пауза. И тут же Черпинков атакует в центре неудачно. Ну, наверное, высота передачи не хватила. Хотя нет, наверное, высота была хорошая. Но что-то у них не срослось. Гуцалюк на кат. Ну и поймал, поймал Червякова. Опять тактическую подачу подал. Обычно этот игрок не готовится к приему, а готовится играть в атаке. И как раз это помешало центральному. Давайте еще раз посмотрим. Нужно было и принимать, играть третьим. Ну, скорее всего, может быть, нужно было помочь Тетюхину сыграть этот мяч. А я вот как хочу, постоянно отмечаю Гуцалюка на подачах. Это не всегда стабильно, но каждый домашний матч Гуцалюк зарабатывает эйс. Ну да, хорошая привычка. Да, традиция такая. Сейчас Леонтьев отлично агрессивно от блока в аут. Мощный доигровщик такой, видите, кубатурный такой, с хорошим прикладом. И поэтому у него подача такая по скорости. И через Дикарева очень плотный удар. И снова ошибка на подаче. И снова Червяков. Это уже его третье подряд касание. Третья ошибка. И, конечно, это не в пользу Белогорьеву. 16-9. На подачах Жигалов. Жигалов, которого в предыдущий раз не получилось. Давайте посмотрим, как сейчас. Сейчас хорошая подача, выбитый прием. Но Сиденко был приеме. Диагональный ему же передача. Фрибол. Посмотрим первый темп. Скорее всего, смягчают. Здорово сыграл Рохин. На блоке Леонтьев сброс. Сейчас будет опять первый темп. Шоджи здорово. Но и Жигалов. И Жигалов опять воспользовался нестройностью блока. Не успел Рохин перенести руки на сторону соперника. Это всегда чревато провала мяча. Что и произошло. Здорово Шоджи в защите. Отлично выбрал место. Отстоял. И не то, что место выбрал, а что сумел руками смягчить этот резкий удар. Это, конечно, особое искусство Либера. Это невозможно не отметить. Но не зря он один из лучших в мире. Еще одна подача теперь в Леонтьево. Снова он же будет после выбитого приема на групповом блоке. Страхуют. Ну и, наверное, поднимет. Нет, фрибол, да. Отлично. Да, отлично подняли. Что еще? Опять первый темп. И теперь, конечно, уже ничего не смогли сделать белогорцы. И 18-9. Двукратное преимущество у Факела. И преимущество по классу, конечно, явно ощущается. Ну и двукратное преимущество, да. 9-18. Это солидное, большое. Да, волейболисты Факела. Меньше стали ошибаться. Самое главное. Практически не ошибаются. И вынужден Алексей Казаков взять свой второй тайм. Надо сразу сниматься. Потом подача сильнее влетает, уже трудно. Давай. Давай. Я сейчас ее. Давай, меня встали. Да, я понимаю. Ну, Казаков сказал, разговаривался с визующим, с Абрамовичем, что нужно сниматься, именно выбрать того игрока, который может уйти с этой сложной подачи. Задание понятное, правильное. Но самое главное, как это сделать? Жигалов продолжит подавать с таким солидным преимуществом. Ну, видно, что нашел свою игру, стал и в атаке перестал ошибаться, и подача теперь получается. Ну, вот опять-таки тайм-аут... Возымел свое действие, да. И так бывает. Ну, когда, говорит, горячая рука, то есть летит подача, пауза не нужна. И когда длинная пауза, немножко теряет игрок концентрацию, и что-то не получается. Егор Сибенко. Молодой волейболист, 99-го года рождения. Ну, сегодня почти весь состав у Белогория молодой. Да, ну, ясно, что молодые игроки, свойственные ошибки на подаче, пытаются рисковать, усложнить этот элемент для факела. Ну, и, конечно, мастерства не хватает для того, чтобы попадать в квадрат. Очередная ошибка у Белогория на подаче, наверное, уже пятая или шестая. Волков, а Волков классно кладет в пятую зону. Но все равно спасает. Тетюхин спасает, и будет переброс. Опять первый темп. Нет, не очень качественная передача в край, низковатая. Но Богдан с честью выходит с этой ситуации. Нельзя было нападать, но сброс он сделал очень грамотно. Давайте еще посмотрим. Недоброшенный мяч. Да, не очень удобный. Уже большой связующий перекрывал направление удара. Очень правильная и грамотная скидка, которую невозможно принять. Еще одна подача. Леонтьев хорош. Сиденко на групповом блоке через пальцы Богдана. Отлично по высоте выигрывает для своей команды 11 очков. Замену от Тетюхин уходит. И вместо него, наверное, Иван Кузнецов. 14-й, посмотрим. Да, Иван Кузнецов, тоже 99-го года рождения. Да, 99-го года рождения. Он тоже в этот сезон практически все время играл в составе. Дмитрий Леонтьев будет подавать. Ну, Леонтьев-то опытный, 89-го года. Ну, про него уже, да, рассказывали. Ну, в сравнении с молодыми, наверное, да, как дядька такой, который должен помогать. Ну, и помог сейчас сохранить мяч. Да, помог, да. Первый темп и отлично, отлично. Проходит сегодня первый темп у Дикарева. Дикарев хорош. Ну, хорошо прыгает. Подъемный такой волейболист в центре. С ним очень удобно играть и отдавать передачу. Ну, он, в принципе, может снять мяч на хорошей высоте. Давайте еще раз посмотрим. И, в общем-то, Кузнецов прыгал, но высоты, конечно, не хватало, чтобы остановить этот быстролетящий снаряд. Ну, и сам же Дикарев отправляется на подачу. Хорошая подача, но справляется Абрамовичев с приемом. А сейчас перекидывает в итоге вышедший на замену Иван Кузнецов. Получилось обхитрить и как-то ближе к концовку партии начинает набирать свои очки, если можно так сказать, Белогорье. Ну, надо сейчас Факелу главное концовку тоже не проиграть. Не давать, ну, естественно, если со стороны Факела посмотрим, не давать надежду гостям. Ну, они сами себе надежду не дают. И сейчас Сергей Рохин ошибается на подаче, да. Очередная ошибка на подаче, не позволяющая вступить в борьбу в первом сете. И, конечно, преимущество большое. Но важно Факела его держать для того, чтобы иметь психологическое преимущество. И чтобы соперник не верил, что он может оказывать сегодня какое-то давление. Жуковский. Сейчас он смягчает. Кузнецов первый темп, ваут, скрутка влево, да. Ну, наверное, немножко хотят посмотреть. Да, было касание блока. Да, да, просмотр будет игрового эпизода. Скорее всего, касание блока, может быть, касание сетки. Но попадания мяча в площадку не было. И поэтому, наверное, будут смотреть один из этих видов. Вот нам сейчас покажут. Да, но блока не было, конечно. Может быть, касание сетки на блоке. Посмотрим, что будут смотреть. Ну, если так, что у Червякова уже очередная ошибка. В четвертый, если не ошибаюсь. Ну, затягивается этот просмотр, но, скорее всего, на касание сетки. Так, ну, я пока что расскажу про результат тоже еще одного матча. Результаты, точнее, как сейчас матч развивается. Нефтяник Оренбургский сыграет с Красноярским Венесением. Командам уже ни той, ни другой не светит. Продолжение игры именно в плей-оффе. Но пока что нефтяник впереди. Ведет 2-0. И в третьей партии тоже выигрывает 23-19. Не замотивированы. Ну, Енисеев уже на 10-й позиции. В принципе, они ниже не опустят. Сетки все-таки, да, было. Касание сетки, да, было. Куцеликам. Да, было. Поэтому ясно, что смотрели касание сетки, а попадание мяча в площадку и касание блока не было. Ну, Волков сразу подошел к главному арбитру и что-то обсуждают о ней. Но я думаю, это решение уже не будет изменено. Да, и я думаю, счет позволяет все-таки продолжить игру. Без споров и без обсуждений. Потому что навряд ли решение будет изменено. Ну, касание сетки было. Тут, в принципе, наверное, не нужно тратить время на дополнительную паузу. Тем более, разрыв, да, в счете большой. И Селат Абрамовичев, да, будет подавать. Снова на грани аута, на Волков принимает Богдан. Отличная атака по диагонали Дьеремина. Ну, и, наверное, выбрал место правильно Либера, но быстролетящий мяч не успел остановить. Да, ну, там еще мяч в Лионтьево попал уже. Да, еще рикошет небольшой был, да, от блока. Ну, и как ни пытался, защитник принять не смог. Ну, и Богдан. Третья попытка на подаче. Да, будет рисковать однозначно. Тут, как бы, нет, не стал Еремина. Просто, видимо, захотел подать. И первый пайп, и тоже неудачный. А это был Лионтьев. Ну, что-то не попадает связующий в передаче. И уже который раз своим нападающим, и я думаю, что, может быть, выйдет еще более молодой игрок на этой позиции и по месту, и по близости к сетке. Ошибка явно связующего игрока 24-13. 11 сетболов у ямальского клуба. Ну, и Богдан, думаю, будет сейчас заканчивать. Ну, попытка была. Кузнецов хорош в приеме. Первый тент не угадывает Гуцалюк. И без блока. Без блока Червяков все-таки добивает мяч до пола. И 14-24. Егор Сиденко отправляется на подачу. Нет, ошибаюсь. Простите, Иван Кузнецов отправляется на подачу. Ну, и ошибается. И, наверное, уже восьмая. Ошибка Белогоря в первом сете в этом лимите. 25-14. Первый сет завершается с огромным преимуществом факела по игре и по счету. Это мы с вами наблюдали. Но дальше будет, я думаю, что все равно борьба сохранится. И сейчас какие-то коррективы тренера внесут действие своих команд. Пока что небольшой перерыв возьмем. Посмотрим. Понаслаждаемся лучшими моментами этого сета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По такой игре, скажем, преимущество в атаке большое. Пять очков, ну, разница так у нас в одиннадцать получилась. Но если мы возьмем там пять очков в атаке, один блок это шесть, и вот четыре очка внизу. Преимущество по своим ошибкам как раз и вырастет в те же одиннадцать очков. Ну, много ошибались. Из одиннадцати очков своих ошибок, наверное, очков семь на подаче. У Белогории это слишком много. Для одной партии, конечно, рассчитывать при таком кабеле брака на что-то, ну, невозможно. Ну, хорошие статистические показатели в атаке как раз-таки у Богдана. Не так много он атаковал всего лишь четыре раза, но все четыре из четырех мяч надо. Находил площадку. У Жигалова Максима 80% в атаке. Ну, вот как раз мы видели ту самую ошибку. Он атаковал, рисковал, и мяч улетел мимо. У Волкова 75% в атаке. Ну, и у Дикарева 67%. Что касается Белогория. Там максимальный... Это 50%. Это и у Левонтьева 3 из 6. Это у Кузнецова 1 из 2. Это у Червякова 2 из 4. И у Егора Сиденко 29%. 2 из 7. Вот так. Тетюхин два раза атаковал, но два раза ошибся. Три раза атаковал, два раза ошибся, да. Ну, и там розыгрыш потом происходил. Ну, в общем, понятно, что статистические показатели не в пользу гостей сегодняшнего матча. Но, кстати, в какой процент превосходит, так это процент позитивного приема. 25% на всю команду у Факела и 40% на всю команду у Белогория. Ну, низкий процент приема, да. Но мы видим, все-таки атака настолько сильнее, что даже этот низкий показатель не позволил Белогорию набирать какие-то очки. А в атаке игроки справлялись. Ну, что ж, второй сет. Тетюхин вернулся. Закрыли поменялись. Вернулся Тетюхин. У Факела основной состав. Тут же атака Буцелюка. Отличная с классной передачей Жуковского. Ну, и, конечно, с отличного приема. И Факел повел 1-0. Быстро разыграли, уверенно. И, конечно, Белогория один из элитных клубов Российской Суперлиги. Он с 92-го года постоянный участник розыгрыша перенства России. Восьмикратный чемпион страны. Два раза выигрывал Суперкубок и 8 раз Кубок России. Кроме того, это единственный клуб в Российской Суперлиге, который участвовал во всех европейских кубках. Это Кубок Лига Чемпионов, Кубок ЕКВ и Кубок Кубков, которые в 2011 году назвали Кубком Вызова. И во всех этих кубках Белогория побеждал. Кроме того, в 2014 году Белгород победил в клубном чемпионате мира. И, если взять по статистике, такие же показатели есть у пяти клубов итальянских. Это Модена, Парма, Тревиза, Мочерата, Равена, в которой вы участвовали во всех европейских и французских паре воли. Поэтому вот в этом перечне команд и российский клуб, и, конечно, сегодня все переживают. И мы также, что, конечно, неудачный сезон. Команда строится по-новому. Сколько на это время и уйдет, это сложно сказать. Но мы сегодня с вами видим молодых, очень интересных игроков на площадке Белогорье, которые, наверное, за которыми будущее волейбола. Но для этого, конечно, должно пройти какое-то время. Вот сейчас появился молодой игрок 2002 года. С ростом 2013. С ростом 2013 его поставил Казаков. И, наверное, это правильно. Потому что практику, раз привезли игрока с молодежной лиги, вот сейчас он пытался атаковать неудачные передачи. Тут же никто его не подстраховал после блокирования. Но данные, конечно, как бы замечательные. И можно это отметить, 2-13 центральные. Если он подвижный, конечно, можно на что-то рассчитывать. Мы видим, что практики опыта не хватает. И сейчас мог бы сам подобрать этот мяч, но не нашел его наверху. Вот еще Егор Казбанов появился тоже. Да, это связующий второй. Поменяли двух игроков связующего, да, связующего и центрального. Сиденко. Такое не хватило в быстроте перемещения Денису Богдану, чтобы повернуться, сообразить, побежать лицом в сторону мяча. Волков здорово смягчил этот удар. Я думаю, он просто следил за мячом. Немножко поздно стартовал, да. Может быть, да. Не хватило времени. Вот один сценомер, да. 2002 год рождения. О, это Эйс первый. Зарабатывает его Егор Сиденко. Будут смотреть, наверное, все-таки. Михаил Николаев решил посмотреть, попал мяч в площадку или нет. Небольшая пауза у нас. А подача была, конечно, очень сложная. И вообще, это зона пятая при подаче в прыжке в угол пятой зоны. Этот мяч практически очень сложно оставить в игре. Зачастую он улетает в трибуны, потому что игроку приходится разворачиваться влево, а площадка справа, и мы видим, что... Нет, попадает, попадает. Попадает как бы в линию. И тут без каких-либо вопросов. Отличная подача Сиденко. Ну и получается сокращать преимущества. Посмотрим, насколько ему удастся повторить этот элемент. Может быть, в другом направлении. Богдан справляется с приемом. Ну, отличная подача, да. Быстрая атака в диагональ Волкова. И Волков прям так замахивался уже в воздухе, не то что заранее. Ну, быстрая для молодых игроков на блоке. Это очень сложная атака. Конечно, в молодежной лиге не играют на такой скорости. Давайте посмотрим, да. И, конечно, большому трудно было переместиться. Времени на это нужно гораздо меньше, чем он привык делать. И, конечно, противостоять очень непросто. Волков возвращает эйс на эйс, возвращает на Кузнецове. Ошибка на приеме плюс 3 очка у факела преимущества. Продолжит Волков подавать. И, я думаю, продолжит именно силовую подачу. Да, между игроками, ну, наверное, может быть, Тетюхи, но надо было взять на себя. Еще одна подача Волкова в том же направлении. Но, наверное, низкий подрос. И не хватило кручения мяча для того, чтобы он все-таки оказался в пределах площадки соперника. Но, тем не менее, факел впереди на 2 очка. Как это было со старта второй партии. Кузнецов. Рискует на подачу. Уворачивался Шоджи. Шоджи понимал, что мяч в площадку не попадает. И вторая ошибка подряд. У Белогорина подача. Виталий Дикарев будет подавать у факела. Ну, мы видели, как он задерживался в первом сете на подаче. И сейчас тоже. Здорово на приеме Кузнецов. Смягчаются. Дикарев на месте. Передача быстрая в край. И ловится большой игрок. И 2-13. Ну, было читаемо, в принципе. Да, ловит, ловит. Ну, да. Может быть, нужно было более непредсказуемо дать передачу. Чтобы сыграть через Волтова. Напрашивалось во вторую зону. Да, здесь уже стоял. Это Казбанов был, который перекрыл направление. Низкий мяч. И, конечно, полез вниз Богдан. И подстраховать никто не смог. Посмотрим на подачу этого молодого игрока. В прыжке подает. Ну, неплохая подача, но справляет. И с приемом и первый темп. Из аута принимает Кузнецов. Тетюхин по линии в Жигалово. Скручивается мяч. Вообще, Жигалов стоял по месту расположения. Все правильно, но короткое расстояние. Не успел сложить руки для того, чтобы мячик поднялся вверх. А рикошет еще был от Жуковского. Ну, что ж, практически равная игра. Ну, да, догнали, догнали. Минимальное пока что преимущество за факелом. Продолжит, конечно, Георгий Заболотников. Мы видим, что неплохо получается подавать. И эйс зарабатывает. Наверное, свой первый эйс в суперлиге. В лиге это стоит отметить. Ну да, и радуется, конечно же. Видим, как радуется. Поздравляют его партнеры. Да, ну, может быть, и не такая сложная подача. Почему-то Богдан не пришел к мячу. Ну, наверное, хорошее кручение. Ушел от игрока мяч на приеме. Ну, смотрите, две поддачи, в принципе, без ошибки. Очень неплохо для молодого. Еще одна поддача. Решил еще более рискнуть. Ну, может, поверил в себя, да, чересчур. Не надо это делать. Нужно было играть по возможностям и подать просто. Просто подать. Ну, это уже, Андрей, мастерство. Когда ты там 2-3 поддачи подаешь. Ну, наверное, еще рановато. Да, да, да. Я про это и говорю. Ну, 19, может быть, не знаю, исполнилось. Нет. Но все равно молодой. Сиденко отлично с одиночным блоком. Гуцалюк не разбирается. И Сиденко по диагонали забивает. 8-8. Ну, хорошее, хорошее было высота. Ну, отмечу Казбанова, который вот он сейчас на подаче. Егор, который немножко качество передачи улучшил, безусловно. И поэтому сейчас на одном блоке стали атаковать его игроки. И, в общем-то, конечно, внес изменения и больше, больше возможностей атаковать с удобных передач. Ну, и с точки зрения психологии, я наблюдал, как он в команде, несмотря на допущенные ошибки. Говорил, успокоились, успокоились. Продолжаем все играть. Я думаю, тоже внесло. Ну, да, да. Посмотрим сейчас, кому он отдаст. Теперь в край близковато. И после блока. А почему? Наверное, была антенна. Отсюда не очень нам видно. Скорее всего, была антенна, да. Будем смотреть. Будут смотреть, Михаил. Наверное, все-таки антенна была при атаке. Давайте посмотрим. Нет, после блока, да. После блока. А возможно и при атаке. Поэтому отправляется все-таки второй арбитр смотреть этот игровой эпизод. И будет вносить решение. Потому что, судя по всему, что антенна была еще после атаки. Нет, ну тогда это в пользу Белогорьев. Нет, когда атаковал, после атаки задел антенну. И потом уже... Нет, нет, нет. Было от блока мяч в антенну попадать. Это да. Да, от блока в антенну атаковал он сейчас от антенны полметра. Так что там касание антенны, конечно, при атаке не было. Сейчас показали нам с фронта, да. А, касание сетки. Ну да. Смотрели касание сетки, да. Нет, ну да, антенну как раз таки он задел касание с первого. Да, да, мяч был в воздухе. Мяч был в воздухе. И поэтому, если мяч упал на пол и было касание сетки, то эта ошибка не засчитывается. А так как мяч был в полете, и, в принципе, влетел игрок в сетку, то, конечно, ошибка у нападающего. Очень были близки к равенству на табло Белогорье, но... Ну вот сейчас не похвалил игрока. Он дал, конечно, близко к сетке передачу. Еремин неплохо. Или сейчас у нас другой игрок. Так, 12 номер. 12 это Еремин, Никита? Еремин, да. Остался Еремин у нас, да. Ну и сейчас хороший блок поставили. Двойной. Факел, и просто по такой высоте было не пробить. Ну, один-один по блоку в этом сете, да. И Белгород отличился, и Факел. Все-таки дошел Богдан в свои подачи. Вспомнил, как это делается. Здесь хорошо Жуковский. И Жигалов от рук отыгрывает. Но там мог, конечно, спасать Кузнецов. Мог спасать, но его перекрыли. Ну да, да. Ну, желание сыграть в защите каждого игрока тоже заслуживает уважения. Поэтому Казбанов пытался. Вроде бы уже там Кузнецов лежал на этом мяче. Но в этой ситуации очень трудно подсказать своему партнеру, что ты уже готов играть. И поэтому опять ошибка в Белогоре. Алексей Казаков. Казаков. Повел Алексей Валерьевич индивидуальную беседу с Казбановым. Высокий игрок Казбанов. 97-го года рождения. 1997-го тоже. Ну, в принципе, может быть чуть-чуть постарше, чем Абрамычев. Но он тоже, в принципе, относится как связующий. Это молодой игрок. И двухметрового русса, который позволяет пасовать на хорошей высоте. И, конечно, с блоком. Помогать. Титюхель хорош в приеме. Быстро в край. И Сиденко не попадает. Пытался найти руки крайнего игрока. Сбрасывал в надежде, что попадет по пальцам. Но было разыграно неплохо. Все делал правильно. Давайте еще раз посмотрим. Да, но далеко от блока. И, в принципе, тут некуда было бросать. Нужно было искать только плачок. Да. Да, и разыграно это все в целом было хорошо. И успевали. Нормальный темп был. Ну, вот не попал Сиденко. А вот сейчас ответка. Да, ответка такая же подача, как подал Сиденко. А теперь в его направлении. Отмечу, что Егор Сиденко, исполняя, играя на позиции диагонального, у Белогория, стоит в приеме. Он когда и в первой зоне принимает, то есть четырьмя игроками принимают. Это очень важно. То есть, если еще игрок диагональный будет с приемом, это, конечно, очень ценно. Кузнецов исправляет, помогает на приеме. Сиденко в атаке. Ну, вот сейчас хорошо. Гусалюк почему-то не побежал в край и сейчас исправляет свою ошибку Егор. Да, но тем не менее, видим, что отрыв факела с каждым розыгрышем увеличивается и увеличивается. И сейчас уже достиг пяти очков. Но пока что удается держаться лучше, чем в первом сете гостям сегодняшней игры. Здорово. Спасает. Защитите Тетюхин против тройного блока страхует Сиденко. Здесь Червяков. Сам же Тетюхин бить нельзя. Он игрок задней линии. Немножко суета возникла у факела. Вроде разыграли мяч. Нет, нет, не было касания. Жигалов опять не попадает по мячу. Ну, искал руки, мне так кажется. Передача была очень хорошая и мог бы сыграть как-то более нестандартно. Пошел по силе, но ничего не получилось. Да, ну, искал руки я. Да, между рук, да, но касания не было. Шот же хорош в приеме и быстро опять нажигал. А сейчас уже получается нажигал. Дает Червяковский реабилитироваться своему диагональному. И Максим это делает с успехом. Выше рук Кузнецова. Быстро очень. Ну, леворукие игроки, они очень скоростные. И это, в этом сложно сыграть против них с надсетками. Кузнецов. Первый темп. Первый темп справляется. Хорошо, да. Сейчас было. Соголокуца Алюк стоял на месте и мог бы более качественно обработать. Чуть-чуть не хватило, может быть, какого-то искусства игры в защите. Да, но он не сумел руки подставить правильно, чтобы направление мяча было червяковым. Еще раз Жигалов и снова из трех минус два. Не попадает. Да, но это совсем нехорошо. Три атаки, две ошибки. Плохо совсем для такого мастера, как Максим Жигалов. Конечно, бы надо разорванный блок, и надо попадать. Ну, может, есть какая-то присутствует расслабленность, что, конечно, тоже нельзя допускать. Ну, безусловно, есть, безусловно, существует. Факел понимает, что он сильнее. Это у игроков, безусловно, есть. Но иногда, знаете, так случается, что вот именно это не позволяет сыграть более качественный волейбол. Ты понимаешь, что там молодые, и, конечно, они не могут оказывать сопротивление достойного. Ну, и количество ошибок, которые ты мог бы не сделать, происходит. Угу. Еще одна ошибка, третья из четырех касаний, и, конечно, это не красит, опять же, Максим. Смотрю, там хорошо распрыгивается Яковлев. Ну, я думаю, что замены сейчас будут, но нужен отрыв факелу, чтобы Николаев мог кого-то из них поменять. Напомню, что матч по счету имеет большое значение. Для факела. Для факела, да, безусловно. Для Белгорода практически нет. Это как игровая практика очень важная для команды. Ну, что будет атака? Нет, атаки нет. Жигалов хорошо вышел. Волков и Тетюхин в защите. Ну, пытаются поставить в защите. Сиденко. Сложился, чтобы ногами отбить мяч через себя. Сегодня волейболистам надо иметь ловкости и футболистов, и гонболистов, и можно играть любой частью тела. И вот сейчас как раз был тот момент, когда руками уже ничего поделать было нельзя. Нужно было включить умение футбольного нападающего или защитника. Волк смягчает. Тетюхин. Сетка. Или усложняет даже руки. Переброшенный мяч. Будет, наверное, быстрая атака первым темпом. Да. Первый темп. У Дикарева, который работает первый темп, все-таки, наверное, все-таки молодой игроку Белогорье, все-таки достаточно слабый на сетке в плане перемещения, еще скорости, да, и надо играть против него. Ну, кажется, с таким ростом он мог перепрыгивать Дикарева. Нет. Но это так мы просто можем предсказать, что это может быть. Но для того, чтобы это делать, нужен определенный опыт. Но, конечно, это все еще впереди. Он даже просто прыжок сейчас смотрел, значительно был ниже. Как будто в полсилы прыгнул. Ну, прыгать ему, может быть, высоко не нужно. Достаточно с таким ростом чуть-чуть подпрыгивать, и практически голова твоя уже будет над сеткой. Но надо правильно выбрать место, переместиться. Это уже в рамках опыта и предугадывания ситуации, умения анализировать. А в таком возрасте это еще не приходит. Ну, пять очков преимущества по-прежнему остается за факелом. Вот как начали сет, так как-то это все продолжается. В Белогории удается подобраться. Чуть-чуть факел опять потом убегает. Вот нам сейчас показывают запасных у Ямальского клуба. Я говорю, как вот, что Сергей Антипкин у нас без кофты находится. Поэтому, возможно, будем ожидать такую замену Жуковского. Ну, Волков, ошибка после таймаута. Ну, не хотелось бы, чтобы факел столько ошибался. Но, тем не менее, пока это происходит. Я думаю, что неспокоен Михаил Николаев в предвкушении плей-оффа. Безусловно, качество игры хочется увидеть более высоко. Иван Кузнецов. Неплохая подача, но Жоржик хорош в приеме. И первый темп от Дикарева. Кузнецов сам же в защите. Вроде бы все сделал правильно. И, может быть, на высоте. Но не такой по скорости был убийственный удар. Но, тем не менее, да, обработать его, видите, как оказалось непросто. Ну, и отправляется сам Дикарев на подачу. Ну, наверное, первый матч за Болотникова в Суперлиге, конечно, стоит отметить в любой ситуации в плюс для этого игрока. Потому что не каждому удается... Это всегда волнительно. 18 лет, да, встать в состав и сыграть одну партию или две. Я думаю, что, наверное, Казаков его может оставить на следующий сет. Сказать, что он что-то сделал не так нельзя. И особо не проиграл. Ну, Эйз заработал в первую свою жизнь в Суперлиге. Да, это уже дорогого стоит. В Еремино. Юрий Ильин, хорош в приеме, сброс. Так, так, Богдан здесь спасает. А так, заступ был у Волкова. Даже если бы он сыграл, это была бы ошибка. Но решил двумя руками перекинуть. А здесь тут, как тут, был Егор Казбанов, который перекрыл пространство над сеткой. Леонтьев. И Леонтьев. Меняет Кузнецова. Вместо Кузнецова добавляет опытного игрока в концовке второго сета. Алексей Казаков. Посмотрим, как выполнит подачу молодой центральный. И как проявит себя на задней линии Леонтьев. Ну, сейчас не стал рисковать. Здесь Богдан. Ну, первый темп. Если первый темп идет, Жуковский думает, зачем я что-то буду менять. Ну, конечно, в его зону не сильный удар. Это практически очень сложно. Что-то случилось у нас с Казбановым. Да, немножко, наверное, зацепили его на блоке. Да, Дмитрий Яковлев. Появляется Дмитрий Яковлев на площадке. Меняет он. Давно, кстати, тоже на домашней площадке не играл. Я думаю, что он вышел и на третью партию, скорее всего. Возможно, да. Жуковский, Леонтьев не справляется на приеме. Атакует все равно. Будет Сиденко рисковать. Рискует, но слишком прямолинейно. А центр площадки перекрыт. Так как вынужденная была передача и блокирующие уже стояли в точке блокирования. И, конечно, нужно было искать какие-то другие варианты нападающему, для того, чтобы все-таки мяч не проиграл. Еще одна подача хитрая. Жуковского, Тетюхин. Жуковский сам отлично сброс. О, как прочитал, прочитал сейчас Червяков. Ну, конечно, Гуцалин, просто Червякова зря. Так сыграл. Червяков все-таки довольно опытный игрок. Да, и нужно было прыгнуть, наверное, просто дать двумя руками передачу в четвертую зону. Это было бы самое правильное. Давайте еще раз посмотрим. Там стоял Богдан. И Богдан был, конечно, не ошибся. Ну, понял, Гуцалюк, что там все-таки не надо было с Червяковым так играть. Ну, хотел как хитрый связка сыграть. Так, ну, нет, Волков просто будет перекидывать. Волков в первую зону, Леонтьев там. На месте Тетюхин. Да, и Богдан перегрывает один в один. Тетюхин, да. Сегодня пока еще Павел не в форме, ясно. И как-то себя неуверенно чувствует в атаке. Может быть, травма еще дает о себе знать. Легкости то нет, которые этот игрок атакует при напрыгивании перед атакой. Еремин хорош в приеме. Еще раз будет. Это уже Сиденко на краю. Блок-аут. Удается набирать очки в конце партии. Ну, явный лидер. Отметим, что Сиденко явный лидер в этом составе своей команды. Наверное, он продуктивнее атакует, чем кто-то не было. И, конечно, наверное, можно его и больше грузить передачами. Было бы неплохо. Кузнецов появляется у нас возле площадки. Возвращается, да. На задней линии был Леонтьев. На сетку Кузнецов вернулся. Снова выбитый прием. Передача на Якулева первая. И попадание в угол первой зоны. Неплохая передача. Может быть, рано вышел нападающий. Немножко не дотянулся до мяча. Но, тем не менее, все закончилось для Факела результативно. Семь сетболов у Ямальского клуба. Да, по высоте хорошо. Очень громко, похода на удар. Поверху, по закрутке. И, конечно, глубоко плачет. И Гуцалюк. Хорошая подача. Но справляет Петюхин. Первый темп. Ох, растерялся, растерялся. И сейчас почему-то Червяков опытный. Да, Казбанов, конечно, по темпу не справился. Пошел быстро Червяков. Передача пошла чуть выше, чем необходимо. Давайте еще раз, да. И он пошел на зону от себя. Но не договоренность между связующим и нападающим привела к такой ошибке 25 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подача. Ну и, конечно, наверное, против более молодых игроков блок приобретает очень важное значение, потому что блокирование нападающих ударов психологически очень здорово влияет на нападающего, с неуточивающего психикой. молодой игрок еще не сформированный игрок. И, конечно, психология достаточно ранимая. Ну и, конечно, молодые игроки об этом прекрасно знают и пытаются как-то устоять. Ну и так как «Факел» играет основным составом, я думаю, это огромный плюс для «Белогория», что вот именно эти игроки, которым будущие... Да, кто-то играет штуку от «Белгородского волейбола», да, они смогут на сегодняшний день проявить себя именно с основным составом соперника, который готовится к плей-офф. И, конечно, расслабляться не будет. Ну что ж, третий сет. У соперников наших ничего не меняется. Состав предыдущий. Молодой Заболотников Георгий остается на площадке, я вижу. Ну и у «Факела» та же шестерка. В диагонали «Жигалов» вернулся. Да, чуть-чуть поиграл совсем. Якова Левнина. Плохая тут же передача Тетюхина. Очень неудачная. Игроку задней линии близко к сетке. Бежал, бежал с Еленком. Сразу такая ошибка, но как бы свойственно больше в юношеском волейболе. Невынужденная. И, возможно, непонятная. Богдан укорачивает второй подряд. Кузнецов неплохо. Тетюхин в диагонали отлично место выбрал. Богдан. И первым темпом волков. Он уже стоял в четвертой зоне. Получил быструю передачу и бить совершенно не нужно было, потому что один блок, быстрый сброс в центр. И, конечно, близко там не достать. Да, не успевает. Центральный, большой, конечно, две битвельные активности. Пока возможности этому игроку не хватает. Еще одна подача, но не удачная. Ошибка. Хочется, конечно, от Дениса видеть все-таки серийности больше. Попадание в площадку. Не две подачи. Третья ошибка. Он может, я уверен, что более надежно подавать. Ну, после двух сетов, это третья только ошибка на подаче. Еще была на блоке. Шот же легко принимает и быстро в центре против нестройного блока. Но подача, конечно, много усилий вкладывает Заболотников в свою атаку. То есть при подаче как атака можно считать. Но, конечно, физической кондиции этому игроку не хватает. И все его усилия. В принципе, мяч летит не так быстро, как он бы хотел. Но хорошее желание игрока проявить именно скоростные возможности. Еще одна ошибка у факела на элементе подачи. Теперь Гуцалюк подает сетку. И из двух заработанных очков у Белогория заработали два факела. Ну, кстати, по статистике, после двух сетов у Тетюхина всего лишь 9% в атаке. Но либо его так хорошо перекрывают, либо не идет просто игра. Мало играл, да, мало. А то, что играл... Ну, 11-11 он раз атаковал. И всего лишь одна успешная. Да, ну, низкий показатель, да. Но сегодня замены ему нет. Потому что в усеченном составе приехал Белгород. Практически на позиции доигровщиков только три человека. Да, центральных-то и то двое без замен. Ну, и поэтому тут выбора, когда нет, то просто игрок должен что-то с собой делать, чтобы, скажем, полезно играть для своей команды, совершать меньше ошибок. Ну, мы видим, что пока это не получается. И вот даже в этом эпизоде все стоят и некому побежать, чтобы поднять этот мяч, который подстраховать. Но мы сегодня не видели серии от Жигалова. Может быть, это сейчас случится. Посмотрим. Червяков неплохо на приеме. Атака по отведенному мячу по пальцам Сиденко. Получается, он не попасть, да. Очень доволен то, что свалился, мяч свалился за спину. И каким-то образом ему все равно удалось найти руки блокировщиков. Ну, 7 из 16. 7 из 17 в атаке Сиденко. Ну, это, наверное, все равно лучший показатель у Белогория сегодня. Да, да, это безусловно лучше. Юремин здорово. И больше всех нагружает его. Кузнецов находит брешь в блоке. Между 6 и 5 кладет мяч туда, где нет защитников. Ну, и паритет сейчас на табло. Сравнивается так, в принципе, мы с вами видели в каждом сете. Где-то до счета 9 он всегда равен. Не в темп передача Жуковского. Ну, тем не менее, обман будет. Доигровка у Белогория. Они этой доигровкой с лихвой воспользовались. И выиграли впервые. Вышли, наверное, в этом матче. Да, 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 впервые. Впервые не было такого еще. Да, но здесь нужно, конечно, отметить, что передача Жуковского была не очень удачной. И вместо атаки пришлось мяч, в принципе, даже не обманывать, перебрасывать. Волков. Ну, разозлился, разозлился. Дмитрий. Ну, без лосени возможно играть. И сегодня нужно все равно внутренне вот это чувство понимания того, что все основные матчи впереди. И совсем немного времени пройдет. И нужно будет показывать свой лучший волейбол. И сегодня, как это практика. То есть, показать себе, зрителям, всем нам, что вы готовы дальше бороться за высокие места. Сиденко сбрасывает, страхует его. Кузнецов. Третий его атака. Здесь хорошо позиция. Жигалов после защиты будет атаковать. И этому сделать удалось. Против тройного блока. Каким-то образом Максиму удалось просочиться между руками и сеткой соперника. Ну, видно, что немножечко отдали факел. Сейчас забирают все упущенное. Ну, надо просто... Ну, сейчас нужно подавить, безусловно, в каких-то элементах на подаче обязательно и на блоке. Ну, вот, передать нужно ошибаться. Ну, это третья ошибка. Третья ошибка на подаче. И шести очков. Опять половина это руками факел. Это, конечно, не радует. Нам показывает Михаил Николаев, который, конечно, недоволен. Недоволен этим. Безусловно, ну, наверное, любой тренер будет этим недоволен. Особенно осознавая, что у тебя плей-офф уже в следующий матч. Да, с молодой командой совершать столько брака на подаче, конечно, наверное, неправильно. Сейчас отлично затянулся. Завис так, что блок пошел вниз и в этот момент нанес удар. Но вот есть такая возможность у Жигалова повисеть и потом ударить. А может, наоборот, очень быстро взорваться и быстро снять. Да, но касается, что сейчас уже не дотянется Жигалов до этого мяча, но все равно дотянулся. И каким-то чудом удалось выиграть там. Не разобрались. Ну, хорошая подача, но опять мимо. И четвертая очко. Хорошая, но опять мимо. Ну, я имею в виду по быстроте полета мяча. У Дикаревой она очень была. В молодежной команде подавала очень сложно. Но вот при том риске, который имеет эта подача по скорости попадания в площадку, конечно, риск достаточно большой. Ну, Шот же здесь великолепно. Да, и сейчас в одном темпе практически классно поднялся Гуцалюк. У него за спиной поднимался Богдан. Это было все красиво по волейбольному. И, конечно, результативная атака. Вынужден был центральный блокирующий подниматься. Ничего ему не осталось делать. Георгий Заболотников, даже луком не прыгал. Это очень сложно. Жуковский. Ну, пора уходить в отрыв факела. Тетюхин на приеме. Ну, наверное, в него бы нежелательно подавать. Ну, хорошо. Потому что держит прием. И тут же отлично Тетюхин в защите. Ну что, первые темпы. И неправильно играет связующий. Так, ну это фривол будет. Еще одна атака у факела. Посмотрим в четыре, наверное. Нет Нажигалова. И против одиночного блока уже ничего соперник не смог. Пойдет. Испугался немножко Гуцалюк. Думал, будет рисковать, атаковать. Но нет он все-таки. Ну, может быть, неплохо то, что связующий заигрывает этого молодого игрока. В принципе, тоже, наверное, неплохо. Лишняя атака, это лишнее умение. Но, наверное, по этой игровой ситуации это было не очень ярко. Тетюхин справляется хорошо. Еще раз первый темп, да, заборотного. Ну, пытается с ним сыграть. Но все-таки при, скажем, 2-13 роста атака у него не такая скоростная. И высота, конечно, не та, каков его рост. Да, ну, мне кажется, просто не в полную силу как-то он выпрыгивает. Нет, еще этот игрок в развитии. Ну, да. Конечно, еще нужно какое-то несколько лет, чтобы он там... Понимать, с какой силы, чтобы поймать ту самую высоту. Нет, и он физически совсем должен быть другим. Это время нужно на это, пока его физические кондиции отстают очень сильно от его ростовых данных. Да. И поэтому сегодня он просто как бы набирается этого опыта. И здорово. Еще раз отметим, что он стоит на площадке в Суперлиге. И играет против факела. Да, и топ-клубов, в принципе, и в быстрый волейбол играть. И проявить какие-то свои качества неплохие. Ну, вот как только вы сказали, что надо факелу теперь уже уходить в отрыв. И это и случилось. И сразу же Алексей Казаков... Ну, это обычно так и бывает, да. Что вот более опытная команда, она может в начале партии, ну, скажем так, немножко раскачиваться. Да, может быть. И потом все встает на свои места. Ты как бы статус-клов он восстанавливается. Так было и в первом сете, и во втором. Ну, я так надеюсь, что в этом сете будет все то же. Ну, безусловно, без подсказок тренеров это Александра Косарева, Алексея Казакова. Здесь не обойтись. Яковлев. Оба игрока играли в сборной России, играли в различных клубах. Косарев воспитанник, в принципе, он играл только в Белгороде. И многократный чемпион страны, и победитель лиги чемпионов есть. Что подсказать? Ну, и заслуженные мастера спорта. Безусловно. После пауз Жуковскому удается выполнить подачу. Близко к сетке передачи, приходится сбрасывать. Еще раз нет Сиденко, теперь здорово в защите. Будет атаковать Яковлев. Замена произошла по позиции. Вместо Жигалова вышел Яковлев, и на блоке не справились с Кузнецом. Не, ну хорошо сейчас, конечно, Кузнецов атаковал. Ну, по высоте хорошо, по кистям. И вроде бы Гуцалюк успевал, но по кистям, поэтому... С хорошим кручением. Держать мяч было сложно. Да, и сам же Кузнецов будет подавать. Хорошая подача. Ну, что же, хорош, приеме отличный прием. Ох, как бортон-то. Сбился прицел очень сильно у Дениса. Ну, может быть, здесь в какой-то степени высота передачи низковата, так как играют узко. Мне кажется, рисковал просто, заигрался. Да, на голове, и, конечно, нужно было попадать. Но здесь высоты не хватило. Чтобы попасть туда, нужно передачу дать выше. Иначе угол атаки плоский. И, конечно, площадки не хватило. Нужно было сдвинуть ее чуть-чуть в лим. Мне кажется, с таким задором, потому что Денис тоже отчасти заигрался. Что ему хочется и вот так вот атаковать. Ну, если вы играете, это вы должны попадать. То есть, в принципе, комбинация ради того, чтобы ошибиться, быть не должна. Но она должна быть при вашем классе игроков. Она должна быть доведена до логического завершения. Легкая подача. Еремя справляется с Сиденко в антенну. И невынужденная перед ошибкой Сиденко. Все было хорошо. Одиночный блок. Осталось только попасть по линии, как он выбрал направление. Но что-то ему не удалось сделать. Да. Он пытался уйти совсем туда круто. И, конечно, ошибся. Вот я сейчас посмотрел по статистике. За второй сет факелом было допущено на всю команду 9 ошибок. А счет был 25-17. Ну, это много. Ну, в принципе, классная команда. Больше половины сделала ошибок факел допустим. Ну, скажем, если ты претендуешь на высокие места, то классная команда не должна больше 4-5 ошибок делать. В сете это лимит. Все, что выше, это уже уровень такой. Не тот. Георгий Заболотников сможет ли еще раз удивить. Но Шорджи великолепно справляется с приемом и атакует Яковлев. Ну, сейчас классная передача Жуковского. Уход от блока крайнего. Он закрывал направление. Наверное, все правильно Тетюхин. Но, конечно, маленькую щелочку оставил. А этого вполне достаточно. Так как мяч имеет диаметр всего 20 сантиметров, то, в принципе, даже 20 сантиметров достаточно от антенны до рук блокирующего, чтобы туда успеть мяч положить. Сафонов у нас появляется на площадке. Меняет он и Виталия Дикарева. Ну да, я думаю, что, может быть, сейчас и Антипкин выйдет на позицию связующего. Посмотрим. Так, ну сейчас переиграл Тетюхин. Да, переиграл. С задержкой. Очень аккуратно, да. Но это в стиле своего отца. Тоже нестандартного все время мышления. Помним, у Сергея можно было ожидать все, что угодно. За Яковлева, за руки. За Яковлева. Но, наверное, Жуковский не ожидал этого. Да, что будет такой удар. И, конечно, был к нему не готов. Ох, ну это высоко от Казбанова. Да, техническая ошибка на подаче. Неудачно подброшенный мяч. И, конечно, как следствие подачи вне площадки. Дмитрий Яковлев на подаче у Факела. Ну, ошибается он в своей силовой. Хотел рисковать. Ну, хотя не так и сильно-то мяч быстро летел. Ну, пока Факел так играет с таким же количеством обильных ошибок, как и соперники. И поэтому счет такое, скажем, не ярко выраженное преимущество имеет. Поэтому я думаю, что сейчас может быть все. И если вот Белгород может воспользоваться этим, то что Факел ошибается. Но они делают... Но пока что не получается. Они делают то же самое. И поэтому разница в счете не удается им сократить до минимума. В принципе, наверное, Факел решил, что уже победа за ними. И поэтому в полную силу команда не играет. Ну, вот сейчас Волкова такую в полную силу показывает, что я могу и вот так. Ну, это единственное мастерство, безусловно. И, конечно, здесь можно вот использовать этот компонент волейбола как подача. И каждый игрок у новорингойцев может выйти и приносить очки на подачу. Да, готовится Болдарев у нас к выходу. Видимо, замена будет на Богдана. Или на Волкова. Еще одна подача у Волкова. Но мимо, мимо. И снова ошибка. Но будет смотреть, да, Михаил Николаевич. Ну, наверное, все-таки вам. По траектории полета, наверное, не попал. Никак не удается серийно подать ни одному из игроков факела сегодня. Или вторая подача, третья ошибка, или вторая ошибка. И, конечно, это... Да, быстрое решение есть. И что? Мяч попадает в площадку. Это Эйс от Волкова. Вот так вот, да. И 18-12. Преимущество, конечно, более чем значимое. Плюс 6. Теперь укороченное. Заставляет упасть Кузнецова. Выбивает его с атаки. Передача не очень удобная на заднюю линию. Яков Лев исправляет свою ошибку. Напомним, что он не подал подачу. И после следующего действия атака была его результативной. Но Червяков не успел переместиться. Еще одна подача Волкова на Кузнецова. Снова вот у капитана сегодня, скажем, пошла серия подач. И сейчас Богдану надо бы забить. Но передача низкая. Явно низкая. И Червяков перекрыл это направление. Но было вынуждено, скажем, недоведенный мяч. И вместо Тетюхина Леонтьев на подачу. Посмотрим, как он выполнит этот элемент. Так, у нас, кстати, появляется еще Петрушев Илья. Появился на площадке. Да, и Болдырев меняет Волкова. Вот таким составом и будет факел заканчивать. Яковлев, Сафонов, Болдырев, Петрушев, Богдан. Ну и пока что все равно остается Жуковский. Связка. А Антипкин уже кофту надел. Хорошо. Да, хорошо. Длинную сторону в угол. И 20-13. Преимущество плюс 7. Хорошая высота атаки у Дмитрия. И, конечно, очень сложно заблокировать или зацепить этот мяч на блоке. Кузнецов. Неудачная передача в край. Но находит пальцы Жуковского. Каким-то образом молодец Иван сориентировался в этой игровой ситуации. Да, по кистям. А больше ничего в этом игровом эпизоде сделать невозможно было. И от блока в аут отыгрывает своей команде одну очко. Сиден. Смягчается. Болдырев хорош на приеме. Сам же будет Пайп играть. Ну, наверное, в большей степени передач на заднюю линию. Столкнулись игроки на блоке. Это Кузнецов и Заболотников. Но я думаю, что, наверное, никто не пострадал. Так как все равно лимит игроков амплуа у Белогория сегодня 21-14. Жуковский. Снова выбитый прием. Будет атака, вынужденная в зоне 4. И снова здорово Иван Кузнецов от блока в аут. И наработанный такой удар уже не первый раз. Он его демонстрирует нам сегодня. Именно в высокой точке. Именно по кистям. Как автомат. А умение играть с высоких передач на сложных мячах. Это, конечно, очень-очень важный элемент. Болдырев в хорошем приеме. Первый темп. Классно Забуцалюк. С хорошей агрессией вышел. Толкнулся и почти в 3 метра вколотил этот мяч без шансов для защитников. 22 очков копилки факела. 22-15. И к экологическому завершению приближается сегодняшний матч. Еще одна передача в край в 4. Было ли касание. Игроки показывают, что мяч в площадку не попал. Но, скорее всего, касание на блоке было. Поэтому никто не спорит. И при таком счете, я думаю, это смысла нет делать. Петрушев бросался. Видя, что все-таки мяч задел. 16 очков у Белогорье. И Заболотников будет пытаться усложнить. Мяч задел сетку. Яковлев сам же принимает, сам атакует. От блоку вау скручивает вправо. Это здорово от Леонтьева. И, конечно, блокирующие все сделали правильно. Но классная подкрутка мяча вправо у нападающего. И он нашел выход из этой непростой ситуации. Гуцалю. Не сложно, но снова Кузнецов. А Кузнецов хорош на приеме. И атака ваут Сиденко. Просит посмотреть касание блока. Давайте небольшую паузу сделаем. Еще раз с этой точки посмотрим, было ли касание. Нет, но касание блока вряд ли было. Но все равно пауза небольшая для команды, которая проигрывает. Она всегда важна. Ну, быстрое решение. Да, касания не было. Давайте еще раз. Это видно, да. Рядом с руками мячик просвистел. Чуть-чуть высоты не хватило блокирующему, чтобы зацепить этот мяч. И у нас матч-бол 24-16. И Александр Гуцалюк все может сделать для того, чтобы закончить этот матч. В пользу своей команды. Давайте посмотрим, как он подаст. Рискует и попадает в площадку. Это Эйс Гуцулюка. Ну что ж, опытный игрок здорово сделал свое дело. И я поздравляю Факел с победой. И с тем, что команда сохранила свое пятое место. И сегодня, после этой победы с отсчетом 3-0, можно уже озвучить те пары плей-офф, которые у нас ждут. Напомню, что первое и второе место это Московская Динамо и Кузбасс из Кимерова. Они освобождены от участия в плей-офф и ждут и уже соперников в финале шести. А следующие пары ожидают матч до двух побед. Это Казань-Красноярск. Следующая пара это Зенит-Санкт-Петербург-Югра-Нижний-Вартовск. Пара Факел-АСК-Нижний-Новгород. 20-го числа мы вас всех приглашаем в Дворец спорта Звездный, где состоится первый матч плей-офф с командой из Нижнего Новгорода. И четвертая пара, самая, наверное, пожалуй, интересная, это Новосибирск-Урал. И что мы сегодня имеем по статистике? Огромное преимущество в атаке. Ну, что и следовало ожидать? Факела 38 против 23. По блоку 6-3. Эйс 7-2. Тоже большое преимущество. Ну, и количество ошибок на 10 почти очков больше у соперников у Белогории. Итого 3-0. И еще раз поздравляю Факел с хорошей и уверенной победой. Ну, что ж, а плей-офф, это и есть плей-офф, конечно. И здесь любая команда может проявить себя с лучшей стороны. Все очки, которые до этого были набраны, сгорают. И в преддверии матча, который состоится здесь буквально через неделю, 20-го числа, Факел АСК. Я хочу отметить, что каждая из команд сыграла в этом сезоне по 10 матчей со счетом 3-2. АСК выиграл 6 из этих 10. И в 4-х были проиграны 5-е сеты. А Факел из 10 матчей 3-2 сыграл 5. 5 выиграл и 5 проиграл. Ну, это такая информация к размышлению. Болельщикам, любителям волейбола, которые, безусловно, может быть, о чем-то мало говорит. Но, наверное, может быть, в большей степени о том, что достаточный объем матчей и партии сыграли команды в этом сезоне. Ну, и любая команда Факел занимает 5-е место. Нижний Новгород 8-е. 5-я играет с 8-ым 20-го числа. И любая команда способна хоть один матч сыграть очень хорошо. Ну, до двух побед. Первый матч состоится в Нижнем... Нет, первый матч в Уренгое у нас здесь. И затем второй матч в Нижнем Новгороде. И если будет счет ничейный 1-1, то опять команды переедут в Новый Уренгое и будут играть третий решающий матч. То есть каждой команде, чтобы попасть в финал шести, надо добиться победы в двух матчах. Вот это нас с вами и ожидает. Ну, а сейчас я с вами, Владимир Мерзляков, прощаюсь. До новых встреч в эфире.